Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на заключительном этапе соревнований Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Алтай провел товарищеские матчи в Казахстане. Эти и другие подробности в обзоре Дмитрия Гладких. Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков завершил выступление на заключительном этапе Бриллиантовой лиги. Он проходил в Брюсселе. В соперниках у алтайского спортсмена были олимпийский чемпион 2012, рекордсмен мира в барьерном спринте Ариас Мерит и серебряный призер игр в Рио 2016 Орландо Артега. Именно между этими спортсменами и Сергеем завязалась настоящая дуэль за чемпионство. В итоге Шубенков первым пересек финишную черту с результатом 13,14 секунды. Вторым стал испанец Орландо Артега. Третьим – американец Ариас Мерит. После победы в Брюсселе Сергей впервые в карьере выиграл общий зачет Бриллиантовой лиги. Хоккеисты Алтая провели контрольные матчи в Казахстане. В Усть-Каменогорске наши игроки встретились с местной командой Алтай-Торпедо, выступающей в чемпионате Казахстана. Первый игровой день барнаульцы добились победы со счетом 4-1. Шайбы в ворота хозяев отправили капитан команды Дмитрий Маркелов, Сергей Абрамов, Андрей Локтев и Максим Симоненко. На следующий день наш коллектив провел повторную встречу. На этот раз победу праздновали казахстанские хоккеисты, которые добились виктории в овертайме. Матч закончился со счетом 6-5. В составе Алтая отличились Евстифеев, Тузов, Жданов, Маркелов и Поправка. Следующий контрольный матч Алтай проведет с Металургом в Новокузнецке 7 сентября. Барнаульский коммунальщик в гостях обыграл «Динамо Габ» 4-3. Соперники являются конкурентами за четвертую строчку в турнирной таблице, гарантирующую право сыграть в раунде плей-офф. Счет в матче уже на третьей минуте открыли гости, отличилась Александра Соснина. Чуть позже «Динамовки» сумели уравнять цифры на табло. В конце второй четверти Александра Соснина вновь вывела коммунальщик вперед, а после перерыва Ксения Свеженцева сделала счет 3-1. Хозяйки бросились отыгрываться и смогли реализовать розыгрыш штрафного углового 2-3, однако Екатерина Черкасова сделала счет 2-4. Под занавес матча «Динамо Габ» удалось сократить разницу до минимума, но на большее не хватило времени. В итоге победа барнаульского клуба со счетом 4-3. Дмитрий Гладких, Новости.